Китайские медики рассматривают болезнь как нарушение равновесия между инь и янь, а здоровье как достижение их гармонии в организме. Китайская традиционная медицина тесно связывает природные, материальные и эмоционально-психические, духовные факторы, состояние которых определяет как поддержание здоровья, так и его нарушение. Не случайно среди причин болезней, например, желудка и селезенки, наряду с неправильным питанием китайские врачи называют такие качества характера, как сильный гнев, уныние от нереализованных желаний. Согласно китайской медицине, отсутствие гармонии между чувствами и волей является одной из причин болей в брюшной области. Печальные думы и раздражения способствуют развитию гастритов и язв. А неконтролируемые эмоции влияют на детородную функцию. Глубокое понимание взаимосвязей психического и физического состояния помогает китайским врачам выбирать наилучшее и наиболее правильное состояние для проведения назначаемых процедур и их последовательность. Например, в китайских лечебных медицинских центрах рекомендуют сначала выполнить массаж больного места, чтобы снять боль и накопившуюся усталость, а лишь затем начать курс лечения. Традиционная восточная медицина, к которой относится и китайская, продолжает древние традиции лечения, первые сведения о которой появились в начале III века до н.э. Именно в Китае традиционная восточная медицина достигла наибольшего развития. Золотые правила китайской медицины, которыми руководствуются китайские врачи вот уже более двух тысяч лет, не изменились с древности и гласят о том, что бороться надо не с болезнью, а с ее причиной. Поэтому рассматривать любую болезнь следует в целостной системе всего организма. А человеческий организм, согласно этой философии, тесно связан с окружающим миром и всегда способен к сопротивлению болезням. Всем известно, что теория китайской медицины исходит из практики в сочетании с древней китайской философией и рассматривает человека и природу как единое целое. Скорее всего, в этом и кроется главная причина чудесных исцелений, о которых сплошь и рядом рассказывают прибегнувшие к китайской медицине соотечественники. Ведь именно такой глубокий подход к человеческому организму позволяет опираться на систему саморегуляции человека, которая представляет собой самый крепкий щит на пути всех болезней. Способы лечения, которые практикуют в местных центрах традиционной китайской медицины, опираются на древние знания. Здесь уделяют огромное внимание предупреждению болезней, а кроме того оздоровлению и излечению разных заболеваний, порой даже в случаях, когда европейская медицина бессильна. Нам с нашим традиционным подходом к обследованию и диагностике сначала покажется несерьезным то, как здесь проходит первичный прием врача. Однако не стоит проявлять недоверие. Цыплят по осени считают. Основным методом диагностики китайские врачи считают диагностику по пульсу. По пульсу больного врач традиционной медицины может определить, чем пациент болел на протяжении своей жизни, чем он болеет и в какой степени на данный момент заболевание находится, а также спрогнозировать состояние пациента в будущем. В процессе диагностики врач также осматривает глаза и язык. Изменения, которые он обнаружит, позволяют получить более полную информацию о состоянии организма. Истоки методов применения акупунктуры, воздействия на биологически активные точки организма, ведут в далекое прошлое. Все лечебные манипуляции китайской медицины основаны на воздействии потока энергии, циркулирующей по человеческому организму. Существует 12 основных меридианов или каналов ЦИ, каждый из которых связан с определенным жизненным органом. Жизненная сила человека состоит из активного и пассивного начала, или Янь и Инь. Активное и пассивное должно быть в человеке в равновесии, недостаток, равно как и избыток Янь или Инь, ведет к нарушению природного баланса, а следовательно, к болезни. Считается, что энергию ЦИ человек получается при появлении на свет, от матери. Пополнять запасы ЦИ мы можем во время поглощения пищи, вместе с воздухом, который вдыхаем, с солнечной энергией. Полный цикл движения ЦИ по организму совершается за одни сутки. За это время ЦИ проходит по всем 12 меридианам, проходящим по человеческому телу. Ну а выходы меридианов на поверхность тела человека и есть те самые биологически активные точки, на которые китайские медики воздействуют при лечении. Китайский массаж считается одним из самых древних. Еще в пятом тысячелетии до нашей эры жители Поднебесной поняли, что надавливание на определенные зоны тела смягчает боль. Китайские целители рекомендуют массаж от множества недугов. Считается, что именно массаж позволяет существенно отодвинуть старость и продлить жизнь. Одним из методов рефлексотерапии, основанным на тысячелетнем опыте китайской, индийской и египетской медицины, является массаж ног. Многие считают китайцы, это корень человека, а лечение ног способно излечить все тело. И это действительно так. Издавна известно, что стопа является отражением или проекцией всего организма человека. Каждый жизненно важный орган проецируется на строго определенную часть. При заболевании какого-либо органа в точке или в зоне проекции могут возникнуть болезненные ощущения. Кожа может изменить цвет или даже начать шелушиться. Воздействуя на точки проекции, китайские специалисты традиционной медицины направляют энергию в нужном направлении, улучшают кровообращение в соответствующих органах и тем самым улучшают их работу. Массаж ступней мобилизует и защитные силы человека. С помощью этой процедуры в Китае умеют лечить такие проблемы, как аллергия, бессонница, боли в спине. Благодаря правильному воздействию на стопу можно ускорить процессы лечения общих соматических заболеваний, снять нервное напряжение, улучшить циркуляцию крови, восстановить баланс энергий инь и янь, что приведет к оздоровлению всего организма в целом. Массаж ступней – это воздействие на 62 активные точки, соответствующие определенным органам. Опытный мастер-китаец без труда определит состояние вашего здоровья, привычки и даже степень вашей усталости и сам решит, на какие точки надо оказывать большее воздействие, а на какие – меньшее. Многие китайцы называют ноги вторым сердцем, потому что именно ноги несут на себе всю тяжесть тела, и отношение к ногам должно быть бережным. Задумайтесь об этом и берегите.